Знакомьтесь, это Юрий, режиссер программы «Галилео». Человек, который умеет снимать красивые и зрелищные сюжеты. Ну а в этом ролике речь пойдет совсем о других качествах Юрия. Профессия режиссера предполагает длительное пребывание в монтажной студии. Физическая нагрузка, разве что мышку поднять и глазными яблоками вращать. Спорт только лишь на экране монитора. А теперь вопрос. Как вы думаете, что у нашего режиссера общего вот с этими людьми? А то, что через 50 дней Юрий выйдет против одного из них на профессиональный ринг. Все началось неделю назад, когда наш режиссер проводил предварительную съемку для очередного сюжета. Этот процесс называется разведка. Собирая информацию, мы стараемся все запечатлеть на камеру, дабы в написании сценария не упустить ничего важного. Не исключением стал и сюжет про рестлинга. Информацию мы берем всегда из первоисточника. Правда, до этого момента наши вопросы не вызывали такой ответной реакции. Поехали. Леха, ты снимаешь? Да. Все, поехали. Владимир, скажите, пожалуйста, а правда, что рестлинг – это театрализованная борьба? То есть это не по-настоящему? Ладно, я думаю, короче, бойкай. Ну что, твоя боль не настоящая? Программа «Галилео» не собирается оставлять подобный поступок безнаказанным. Но чтобы достойно ответить на вызов рестлера, Юре придется сконцентрироваться на тренировках. Иначе этот убийца с ринга выключит нашего режиссера, как наш режиссер сейчас на полтора месяца выключает аппаратуру. У него всего 50 дней на подготовку. Юрия ждет обучения профессиональному рестлингу, а также ему придется подкачать мышечную массу. Мы проследим за этапами подготовки и выясним, можно ли за 50 дней из режиссера «Галилео» сделать рестлера «Галилео». А мы пока попытаемся разобраться, что же такое рестлинг. Утверждать, что это настоящая борьба, конечно же, неправильно. Но и называть рестлинг театрализованным шоу будет такой же ошибкой. Существует четкий баланс между шоу и борьбой. Бытует мнение, что каждый шаг в боях спланирован заранее, но в действительности это не так. Каждая схватка — это большая доля импровизации. Как будет развиваться бой, не знает ни один из соперников. И чем выше уровень рестлеров, тем импровизация запутаннее, ярче и эффектнее. Что касается ударов и бросков, то тут так же все неоднозначно. В большинстве своем приемы крайне опасны и болезненны. Это касается в основном бросков и ударов. Неподготовленный человек, пытаясь повторить подобные подвиги, может очень серьезно пострадать. Не зря же на абсолютно всех крупнейших шоу по рестлингу неоднократно говорят «Не пытайтесь повторить это дома». Вот и мы скажем «Не пытайтесь повторить это ни дома, ни в гостях, ни на улице, ни в библиотеке». Ну или куда вы там ходите. Есть в рестлинге и свои хитрости. Например, болевые захваты. Выглядят они впечатляюще, но они кажутся болезненными только со стороны и никакого вреда не наносят. В большинстве случаев они нужны, чтобы рестлеры отдохнули от тяжелых прыжков и бросков. Вот и пора приступать к тренировкам. Начнем с накачки мышечной массы. Она необходима для начинающего рестлера, дабы выдержать все предстоящие нагрузки. Как же выбрать нужный тренажер среди такого разнообразия? За что хвататься новичку? За штангу или за гантели? Непонятно. Похоже, без помощи не обойтись. Знакомьтесь, это Яна, фитнес-инструктор. Именно под ее руководством Юрий и будет заниматься. До боя всего 50 дней, так что не будем тратить ни секунды. За день до начала тренировок мы повели нашего режиссера на весы. Ведь потом нужно будет с чем-то сравнивать наш предполагаемый успех. Вес 70 килограммов. Далее замерим обхват бицепса. 33 сантиметра. Теперь измерим обхват грудной клетки. 97 сантиметров. Чтобы понять, много это или мало, мы пригласили на весы и к рулетке Владимира. 90 килограммов. Он тяжелее Юрия на 20 кило. Обхват бицепса 45 сантиметров. Обхват грудной клетки аж 117 сантиметров. Вот она, разница между обычным человеком и атлетом. При одинаковом росте остальные показатели выше почти на 25%. Но не стоит расстраиваться заранее. Вернемся к тренировке. Яна предлагает начать с упражнения для грудных мышц. Жима штанги лежа, широким хватом. Если схватить узко, будешь больше качать трицепс. В любом упражнении важно выполнять его правильно. Сам гриф весит ровно 20 килограммов. Посмотрим, как это будет получаться у Юрия. Нет уж, дружок, снимай-ка часы. При напряжении мышцы предплечья расширяются. А наручные часы могут передавить кровоток. Жим лежа является одним из базовых упражнений, развивающих мышцы грудной клетки и трицепса. Задние поверхности руки. Пустой гриф – это всего лишь разминка. Юрий поступает правильно, что ей не пренебрегает. И что это задумал наш режиссер? Похоже, он резко хочет увеличить нагрузку. Немноговато ли будет? 90 килограммов? Яна не одобряет подобной инициативы. Неудача. 90 килограммов для начинающего слишком много. Почему Юрий выбрал именно такой вес? Психология. Столько весит его противник. В рестлинге один из способов победить – это удержать соперника на лопатках, пока судья не отстучит по рингу три раза. Чтобы избежать проигрыша, нужно вытолкнуть насевшего на вас противника. Юра счел, что это движение очень схожее с жимом штанги лежа. Но до 90 килограммов еще пока очень далеко. Теперь попробуем взять 50 килограммов. Это будет более адекватный вес для начинающего. Важнейший элемент в накачке мышц – это работа до отказа. Это фаза, когда ваши мышцы не способны или почти не способны тянуть вес. При последнем волевом усилии на ваши мышцы приходится максимальная нагрузка, а значит, это отлично скажется на их росте. Самая большая ошибка новичков в том, что, не обладая должными знаниями, они выполняют упражнения, как попало. Посмотрите на изгиб спины Юрия. Любой бодибилдер сейчас держится за большую грудную мышцу в поисках сердца. Так, в сторонку. Сейчас профи покажет, как это делается. Данное упражнение направлено на развитие трицепса, или трехглавой мышцы плеча. Чтобы правильно происходила закачка этой мышцы, необходимо выключить из работы все остальные. Попытка номер два. Наклоняемся вперед, выгибаем правильно спину. Руки в локтях прижимаем к корпусу. Лишь в таком положении вес тянет задняя поверхность руки. И работаем, как всегда, до отказа. А теперь несколько слов о том, как растут мышцы. Рост происходит за счет стресса. На тренировке мускулатура подвергается серьезным нагрузкам. Тело кричит о помощи. Что же происходит? Неужели дальше будет еще хуже? И мышцам ничего не остается, как расти, чтобы справиться с будущими нагрузками. Фактически, накачка тела – это нанесение микротравм мышцам, которые, восстанавливаясь, укрепляются и растут. Первая тренировка у Юрия ознакомительная. Он пробует разные упражнения. Но в дальнейшем накачка обретет точечную направленность. Это значит, что каждая новая тренировка будет посвящаться отдельной группе мышц. Разработать систему всего тренинга поможет фитнес-инструктор, исходя из возможностей будущего атлета. Вот и позади первая тренировка. Да, похоже, наш режиссер выбился из сил. И это неудивительно. Его тело впервые испытывает подобные нагрузки. Необходимо некоторое время на адаптацию. Абсолютно нормально и боль. Мышечные волокна повреждены. И это хорошо для их грядущего роста. Если через некоторое время после тренировки вы не ощущаете, что прокачали мышцу, значит, вы либо жалеете себя, либо что-то делаете не так. Чтобы восстановить поврежденные ткани, необходимо отдохнуть и, конечно, покушать. Питание является одним из основных факторов набора мышечной массы. Не менее важным, чем сами тренировки. Если вы регулярно кидаете железо, но неверно питаетесь, результат будет не ахти. В мускулатуре просто не из чего будет расти. Для атлета идеальными можно считать молочные продукты. Они богаты микроэлементами и витаминами, питающими ваши мышцы. Из всего многообразия полезных веществ важнейшим является белок. Это тот конструктор, за счет которого мышцы регенерируются и растут. Это основной элемент, который необходимо потреблять в пищу, если вы серьезно намерены накачаться. Не секрет, что куриные яйца богаты белком. Профи потребляют чуть ли не по 6-7 яиц в сутки. Многие советуют вместе со скорлупой избавляться и от желтка. В нем содержится холестерин, который забивает сосуды, а также много лишних жиров. Ну и как же без куриной грудки? Отварной грудки без кожицы благодарные культуристы почти готовы ставить памятник. Помимо белков, организму начинающего спортсмена нужны так называемые сложные углеводы. Они содержатся, например, в крупах и в овощах. А теперь несколько слов о противнике нашего режиссера. Владимир Кулаков – один из самых популярных рестлеров нашей страны. Многократный чемпион различных федераций по рестлингу. Выступает на ринге уже почти 10 лет. Его девиз – дресс, горд и опасен. Нашего режиссера ждет суровое испытание. Учитывая мощь Владимира, Юрий решил дополнительно заниматься и на улице. Времени до боя крайне мало, а тело совсем не подготовлено. Приходится, стиснув зубы, готовиться к поединку с максимальными нагрузками. Для рестлера мышечная масса имеет огромное значение. Мускулатура служит борцу доскехами, защищая кости и внутренние органы при падениях и бросках. И прежде чем начать тренировки по рестлингу, Юрию обязательно нужно обрасти мышцы. У Владимира с этим проблем не наблюдается. Времени до боя крайне мало. Тренируясь день за днем, наш режиссер становится сильнее. Однако хватит ли этого для достойного противостояния? Продолжение следует... Итак, прошло ровно 20 дней с начала тренировок. Мышцы Юрия окрепли. Пора брать ранее непокорявшийся вес в 90 килограммов. Напомним, что 20 дней назад режиссер нашей программы был прижат грифом к скамейке. Как оно будет на этот раз? Успех! Психологически важный вес покорен. А значит, мы на верном пути. А что делает здесь Владимир? Неужели решил напасть на режиссера прямо во время тренировки? Психологически важный вес? 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 Психологически важный вес?